Всем привет! Хочу сделать небольшой обзор на колонку FUHAO Q15. Китайская колонка. В комментариях можете засирать сколько хотите. Кто не слушал эту колонку, и вообще китайские колонки современные, не те, которые в 2013-2012 продавались, а современные колонки китайские, они ненамного уступают производителям Sony, LG. Это реальные отзывы покупателей, которые приходят после МВидео к нам. И говорят, вот мы слушали там Sony. Ну, честно, сплошной бас, один гул и ничего непонятного из композиции. Вот. Так что сказать, что Panasonic, LG, Sony это круче всего и больше ничего нет. Это на самом деле ерунда полная. Китайцы начали делать неплохо свои фабричные аппараты, ну, то есть колонки, там разные товары. Вот. Поэтому колонка достойная. Она недорого будет стоить. Она только нам поступила. Вот. Ценник определим там в ближайшие несколько часов. Вот. Что могу рассказать по этой колонке? Как вы видите, есть светомузыка. Она отключаемая. Если не нужна светомузыка, можно ее просто сзади кнопочкой выключить. Динамик здесь 15 дюймов. Довольно-таки большой. На видео может показаться маленьким динамиком, но по факту тут он реально здоровый. Также есть один твиттер. Хоть выглядят эти окошки как под два твиттера, но на самом деле один твиттер. Высота 68 сантиметров. Ширина 45 сантиметров. И глубина 36 сантиметров. Что мы видим здесь? Здесь у нас ручка для переноски. Есть выдвижная ручка для тележки. Ну, поскольку здесь есть колесики, можно как чемоданчик носить. Боковые ручки есть. Вот, боковые. Дальше. Здесь аккумулятор находится. Он такой, примерно, почти как на скутере. Черный, литиум, полимерный или гелевый, я сейчас не скажу точно. Не помню. Потому что смотреть я смотрел на аккумулятор, но я не прочитал информацию, поэтому не скажу, какой здесь литиум-ион, литиум-полимер или гелевый. Вот. Дальше. Ну, в принципе, это будет в объявлении на фотографии, поэтому, если кому будет интересно, сможете посмотреть. Фотографии. Далее. Здесь разъем под микрофон. Под блок питания разъем 15 вольт. Далее. Здесь тумблер в три режима. Зарядка. Аккумулятор. И выключение. Далее. У нас есть под дополнительный аккумулятор 12 вольт. Ну, я бы рекомендовал 12 вольт автомобильный, но на самом деле это слишком огромный аккумулятор будет, поэтому, наверное, можно от скутера того же взять на 12 вольт. Дальше. Регулировка микрофона, громкость, регулировка эхо и высокие частоты. Далее. Низкие частоты бас. Это кнопка у нас включения и выключения светомузыки. Главная крутилка громкости. MicroSD до 32 гигабайт. USB флэш. Тоже где-то до 32. Line input. Это у нас AUX. Производитель у нас заявляет 80 ватт мощности. С производителем не поспоришь. Может здесь меньше, чем 80. Но раз он заявляет, мы это тоже можем заявить. Далее. Переключение режимов. Назад. Play. И Scan. Scan это у нас сканирование радиочастот. Волн. Вперед. Дальше. Микрофон приоритет. То есть, когда играет у вас музыка, вы нажимаете эту кнопку. Захотели там какой-нибудь тост или там минуточку внимания. И сразу музыка гаснет. То есть, приглушается, но не полностью. Играет как фон. И вы можете спокойно разговаривать без музыки. Запись на флешку. И повтор. Для многих это важно. Чтобы был повтор. Так. Ну, попробую сейчас продемонстрировать звук. Ну, конечно. Я всегда сторонник того, что музыку нужно слушать вживую. Камера не передаст того звука, который, по идее, здесь. Да не только здесь. Вообще, в акустике автомобильной, в акустике портативной и так далее. Может даже засрать, можно так сказать, микрофон телефона. Но все же включен. Это я дал примерно 10% звука. Вживую слышно очень громко. А через микрофон я не знаю, как передаст. Также здесь есть Bluetooth. Можно через ноутбук. Телефоны, планшеты и так далее. Все, что имеет устройство Bluetooth. Так. Радио, я сказал, есть. USB, AUX тоже есть. В принципе, все. Разглагольствовать много по этой колонке. Я не вижу смысла. Еще есть разъем под штатив. Захотели повыше. Достали штатив. Насадили эту колонку. Будет круто. Она будет на уровне ушей. Тем самым, получается, как бы звук будет слышнее, нежели в ногах. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok